Для людей этой профессии быть готовыми к труду и обороне – обычное дело. Правда, в прямом смысле слова. А вот чтобы доказать себе и своим коллегам, что защитнику правопорядка по зубам также знаменитый физкультурно-спортивный комплекс ГТО, надо постараться. Вот в Дальневосточном юридическом институте МВД России и решили проверить своих на деле. Было достигнуто соглашение о том, что в институте будут работать выездная бригада судей, и они собрали огромное количество заявок. Вот вчера у нас первый день был тестирование, вчера была стрельба. По нашим протоколам у нас 114 человек – курсантов, сотрудников и их детей. Каких-то отличий в выполнении нормативов для этой профессии нет. Здесь и отжимания, и пресс, и остальные классические тесты. В новинку только некоторые испытания. А все потому, что работники полиции уделяют своей физической подготовке довольно большое внимание. Здесь даже, чтобы поступить, нужно выполнить некое подобие ГТО. Те, кто к нам поступают, абитуриенты, одно из испытаний – физическая подготовка. Человек, который не издает, он к нам не сможет поступить. Дело в том, что сотрудник полиции, он должен был не только знать, уметь законы, умело применять их на практике, но он должен еще уметь и физически оказать воздействие, противодействие преступникам. Так что личность должна быть гармонично развита. Здоровый тел и здоровый дух. Такое массовое тестирование во Владивостоке – последнее в этом году. Представители ВФСК ГТО отмечают, что 2017 год, когда все совершеннолетние получили возможность бороться за знак отличия, отметился огромным притоком желающих. Выполняли нормативы и целые торговые компании, и сотрудники правоохранительных органов, и другие слои населения. И немало людей уже успело получить свои заветные удостоверения. Им в каком-то смысле повезло, потому как с 2018 года комплекс немного усложнится. Но правила выполнения останутся прежними. Необходимо провести регистрацию на сайте ГТО, то бишь получить свой УИН. После этого любой желающий выполнить нормативы должен получить еще меддопуск. И затем обратиться в центр, заполнить заявление. И после того, как эта процедура, вот первые три шага будут выполнены, приступаем к выполнению нормативов в соответствии с графиком, который существует в центре. Стоит напомнить, что сегодня получить свой знак «Готов к труду и обороне» может любой желающий. Все подробности всегда можно узнать на официальном сайте проекта. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков. Новости спорта на восьмом.